наилучшего времени суток дорогие друзья это кузнецов дмитрий компания ля мы продолжаем подборочку такую флешмоб с тиньков банком и его сотрудниками гениальными в очередной раз доставил нам подписчик ролик где он четко конкретно как говорят коллекторы конструктивно дает пытается во всяком случае дать понять сотруднику банка тиньков где он работает какую должность занимает а тот свою очередь настойчиво защищает свою позицию не понимая вообще что он делает и так платить нечем потому что фактически нет таких оплатежных единиц как рубли российской федерации это основная тема вот этого диалога ну и на самом деле спасибо 2 очень крутой диалог для тех кому нужна юридическая защита в описании ролика есть ссылочка на наш сайт смотрим видео на сайте оставляем заявочку ну и всего вам хорошего и так поехали алло здравствуйте да да оксана владимирович возможно если возможно вы по какому вопросу звони за владимир я заделали структуризации банка тинькофф по вопросу программы структуризации готов к слой парашей задолженности рулетка владимир реструкторе что реструктуризация а а и что это такое льготный условие погашение задолженностью еще раз льготное льготные условия погашения задолженностью должность а поподробней подробнее ну чтобы как-то подобрать такую программу планирует как долго трудность продлятся александр владимирович финансовые да они постоянно трудности финансовые стоянута а вы хотите поставить его готова просто вам сейчас есть полтора процента в месяц просчитать уже итоговую сумму и чтобы просто в рассрочку погасили ваша должность у вас уже итоговая сумма не увеличилась но только уменьшалась и не увеличилась больше и что требуется ну просто договориться предсказать и вот понимали все он будет посильнее минимальная ну допустим по 50 рублей в месяц строят вас нет конечно и вы минимальные платежи можете предложить и что вообще в вашем понимании минимальные платежи максимальные ну я думаю из порядка трех-четырех тысяч рублей будет достаточно я ну мне для этого надо будет другом банке кредит для ну я не знаю что сону вас просто трудно заходить как вы этих решать скажите а вы мне можете как-то там планку мою кредитную поднять чтоб я вашими же деньгами отдавал вам на пусть это же сам станет там должны еще раз мы звоним я горит ли мы вам поединить кредитную планку и сама станете там должны чем смысл так а вообще в чем смысл кредитной системы все всегда были должны тем более вашей какая разница сколько я буду должен там есть пять на сто пятьсот тысяч какая разница я не вижу разница это просто набор цифр я бы что сделал мы хотим вас как-то вывести решить ваш вопрос александр владимирович да ну понимаете если бы хотели решить вопрос мой и другого населения граждан так называемой рф вами вы просто не выдавали эти кредиты понимаете которых на самом деле нет так такие лицензии нет у вашего банка понимаете там не написано конкретно что она что там есть кредитная деятельность слова кредит там нету то есть не надо догадаться да у вас она есть центробанка у самого нет лицензии центробанк водкой может торговать согласно выписке из налоговой службы рф не интересует рубля вам буду каждый месяц платить но чтобы оставаться платильщиком не считаться не платильщиком я буду все-таки платильщиком считаться понимаете в чем дело вы же центробанком там не оговариваете сумму ваша там схема центробанком работы какая человек даже если по 10 рублей платят он уже платильщик вот я перейду на таком этапе это все равно бурлоком штат александр владимирович понимаете еще раз хочу платильщиком но но вреда всем должником быть еще раз я слышал поэтому при этом все равно будете считаться должником александр владимирович потому что даже минимальное подтверждение производите которые необходимы три же месяца я вару от рублей готовить в это считается я должником у вас по законам даже российской федерации я не буду считаться сегодня положу там полкишок на штребу положила на свой на свой счет с которого вы у меня списываете деньги нам с моего счета у меня списывать и деньги вообще как это все устроено как это какая схема обмана в каких масштабах просто что будет когда хотя бы процентов 30 осознает что происходит ну конкретно вам наверно по улице страшно будет ходить ну не знаю у вас же наверняка есть также родственники там родные близкие друзья которые также на наш кредитов понагребли такие же как вы им звонят ну может не звонят люди еще пока не дуплили что происходит им не звонят пока а когда я дуплят начнут назвать понимать мои родственники друзья добросовестного выполняют свои обязательства но я еще раз вам объясню они еще просто не поняли смысл происходящего вокруг 25 лет нас одурачивают вашем вашем лице в том числе в лице банка всех этих нет кредита его не существует понятия такого нет это деньги откуда вы их берете и вы их раздуваетесь ничего блять ваши банки понимаете наверно просто набор цифр блять на карту переводят а потом вымогаете еще и хотите платить чтоб вам платили рублями рф нет таких денег рублей рф есть билеты банка россии в договоре вашем написано рубли рф где брать ну вы же рубли рф потратили зачем вы их тратили если их нет понимаете что делать да я потратил набор налей и единиц денежных средств этой карты не видел я не в руках на набор налей и единиц получили какие-то вещественные вещи я знаю никак я могу вам их вернуть эти вещественные вещи хотите но вы же брали под правом узал вариант такой не подходит но это лучше сверху за счет солодимичком этих вещей ищет ну вы понимаете но это быть так думаете что надо ну а я знаю другую информацию и когда ее узнает если вам говорю большее количество людей а это год-два вашей схеме жить осталось если вам страшно будет по улице ходить вы думаете вас спасут я понимаю много так вот сейчас гаишники работают они выполняют свою работу а документы то они не читают фирма у них оказывается частная что начальник их недоверенности не давал они назовут самоуправством заниматься понимаете так же как и вы скорее всего мы с вами сейчас общаемся у вас есть доверенность а ты на и на ваше имя как он у вас оливер чарльз 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 хьюз оливер чарльз у вас есть доверенность от него есть я сомневаюсь вам и никогда в жизни он не напишет это раз потому что если она у вас будет вы можете таких чудес в вашем банке натворить сразу можете переехать жить я думаю за границу у вас ее просто нет а без нее вы не можете со мной сейчас общаться я вообще на каком основании могу вам верить откуда вас полномочия кто вас уполномочил мне звонить например мое время отнимать понимаете в чем дело вы не хотя бы в электронном видео скиньте я писал неоднократно скиньте что вы такой-то такой-то вот ваша доверенность я с вами буду общаться понимаете вы тратите мое время я вас консультирую скоро деньги начну за это брать понимаете я вижу вопросов у меня консультирует просвещаю открываю вам глаза понимать на что же на жизнь на вот на то что вокруг происходит я вас раз просил на консультировать ну так вы же мне звоните зачем тогда вы мне я же звонил не с просьбой консультировать меня ну так я же говорю каждый звонок я принимаю как розыгрыш вот ваш с вашего банка конкретно потому что я не знаю кто вы а шутка на данном этапе понимаете офисы у вас есть вот я в ростове на борьбах офисов где он находится нет офисов ну вот а как нам с вами вообще куда мне деньги нести так называемые вами рубли рф в электронном виде переводите да я у меня нет такой возможности я не владею электронными платежными средствами но вы же как потратили электронные платежные средства да вот как-то потратились они сами я не знаю вы же как-то снимаете с моей карты с моего счета как вы каждый месяц снимаете минусы какие-то пишет и вообще как происходит таким чудом систему снимают а за что она снимает обедение пациент соответственно за кредит вы не погашаетесь за обслуживание карты наверно какие-то страховки вы снимаете это как вообще все подавленный картам разговор снимают уведомляли да там каждый месяц постоянно мне приходят там за обслуживание кредита то еще чего-нибудь в этом пишите короче я на 50 рублей я смогу вам платить устроит вас такая сумма ну я не знаю тогда сколько утра вы будете мне звонить не вы конкретно ваших сотрудники пока вопрос как не решим ну как бы я не знаю как с вами решить вопрос лицензии нету доверенности нету как с вами вопрос решать рубли рф у вас прописано у нас ходу билеты банка россии что делать с вами как вам платить тут понимаете чем вопрос правильно поставить тут еще и вы наверное должны будете понимаете вот вы 2200 рублей билетов банка россии которая на карту положила чё с ними сделали крутите правильно значит я с вами в доле вот уже сколько три месяца крутите вот я буду претендовать на процент у вас там сколько годовых 50 получается вы из народа сколько получаете годовых 50 да со всеми этими вашими темами махинациями что вы там пишете сколько 19 или 24 а в итоге 50 получается не просто по пальцу поэтому с 50 я вас понял я вас понял ну короче 50 рублей вот так вот билетами банка россии попытаюсь вам положить на счет еще доброго всего доброго до свидания